Привет! С вами Иван Кузнецов и мы продолжаем наш тренинг «Здоровые стопы». Напоминаю, что сейчас я вам передаю базис, те навыки, те упражнения, которые я сам бы выполнял во время своего обучения в колледже культуры и искусств города Перми. Дело в том, что там то, что я передаю, я делал каждый день, потому что здоровый стоп равнялась здоровой полноценной тренировке. Плюс к тому, у меня были неоднократные травмы на стопы, и поэтому данный комплекс мне реально помогал учиться. Итак, сегодня мы пройдем базовые упражнения и некоторые рассмотрим варианты вместе с ним. Базовые упражнения – это ролевые или подъем на полупальцы. Я считаю, что это должно быть базовым упражнением. Я, когда учился, делал по 10 тысяч полупальцев каждый день. В свободное время накачивал себе стопы и игр. То есть, это, конечно же, работает на нашу голень. Мы, конечно, 10 тысяч делать в иннибуке, но, тем не менее, это общая укрепляющая длина в целом. Еще несколько нюансов. Так как у меня камеру я до сих пор не купил профессиональную, так как не могу выбрать какую, она мне не позволяет снимать в полный рост так, чтобы были видны хорошо и мои стопы, и меня, и мое лицо. Поэтому вы будете смотреть именно на мою нижнюю часть корпуса. Так что прошу на это сильно внимания не обращать. Но все комментарии, естественно, вы получите. Которую куплю камеру будет намного проще. Плюс к тому я снимаю без оператора, поэтому совмещаясь, все это дело у меня, скорее всего, не получится. Поэтому будете смотреть на мои стопы, на мои ноги. Для этого нам понадобится сегодня стул, хотя это упражнение можно делать и вне стула, и около стенки, около подоконника. Для этого не нужно никаких приспособлений. Если вы носите туфли, просто сняли туфли, сняли ботиночки и сделали полупальцы на полу босиком, у нас как абсолютно не имеет никакого значения. Есть несколько вариантов полупальцев. Мы сегодня рассмотрим многие из них. И какой-то из вариантов вы возьмете для себя в качестве базового упражнения. Я вам скажу, сколько раз и по сколько делать. Но обо всем по порядку. Сейчас все внимание на видео. Начнем с полупальцев. Ну что ж, дорогие друзья, вас приветствуют мои стопы, мои ноги. Я надеюсь, вам будет не скучно. Итак, полупальцы можно выполнять без какой-либо подготовки или разогрева. Здесь важна больше техника выполнения упражнений. На начальных этапах рекомендую выполнять около опоры. Для того, чтобы вы лучше ловили равновесие. Сейчас посмотрите неправильное исполнение полупальцев. Обычно, когда люди делают полупальцы, они это делают так. Поднимаются наверх и у них расходятся ноги в разные стороны. То есть пятки расходятся в разные стороны. Раз, два, и раз, два, и раз, два, и раз, два. То есть вес уходит на мизинец, на средний палец. И это делать неправильно. Это опасно. Потому что есть шанс, что не выдержит голеностоп. И вы сможете подвернуть себе ногу. Сейчас мы рассмотрим правильное выполнение этого упражнения. Итак, внимание. Принцип движения. При поднимании наверх, переходе на сами полупальцы, центр тяжести смещается на подушечке больших пальцев ног. То есть мы, если поднимаясь наверх, мы как бы переносим вес больше вовнутрь на большие пальцы ног. На большие. Условно, процентов 80 веса мы держим на подушечках больших пальцев ног. И остальные 20 процентов веса мы распределяем на остальных 4 пальчиках. Это тоже нужно делать. Итак, еще раз вы внимательно посмотрите. Поднимаемся наверх. 4, 8 процентов на большом пальце. И 20 процентов на всех остальных. Ни в коем случае здесь не нужно заваливаться на мизинчик. Вы можете себе ножки растянуть. Будет очень неприятно. Итак, сейчас. Позиция у нас. Стопы стоят на ширине таза. Мы рассмотрим разные позиции, потому что в разных позициях разные ощущения. И мы начинаем плавно на два счета подниматься наверх на полупальцев. И раз, два, вниз, три, четыре. Еще раз. Раз, два, вниз, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Еще наверх. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сразу же успокоив всех сомневающихся. Икры у вас от этих упражнений не вырастет. Для того, чтобы выросла икра, здесь нужна генетика и годы тренировок. Годы тренировок, постоянных тренировок именно этим упражнением. У меня икра под 42 см, под 43 см. Но это результат многолетних танцевальных тренировок. Итак, запомнили, что у нас вес переносится в большей степени на большой палец. Следующий немаловажный нюанс. Остальная часть ноги, она не отдыхает, она тоже работает. Почему полупальцы в такое классное упражнение? Если их делать правильно, включаются абсолютно все мышцы на ногах. Это и коленные чашечки, и четырехглавая мышца бедра, и бицепс бедра. Все работает. И даже ягодицы. То есть, когда мы поднимаемся наверх, наше тело находится не в расслабленном состоянии. Мы автоматически собираем ягодички. Мы очень подробно это рассматривали в тренинге по малому тазу. Мы активно напрягаем коленные суставы. Мы активно натягиваем ножки и чувствуем, как у нас ноги натягиваются в струночку. И также мягко, плавно опускаемся. Наверх поднялись. Все мышцы в тонус. И плавно вниз опустились. Наверх поднялись. Мышцы в тонус. И плавно вниз опустились. Еще раз. Наверх поднялись. Мышцы в тонус. И плавно вниз. Наверх поднялись. Мышцы в тонус. И плавно вниз. Очень важно сохранять грамотно позицию. Поэтому руками двумя держитесь пока что за опору. Для того, чтобы вас никуда не качало. Потому что любое неловкое движение вы можете буквально реально растянуть себе стопы. Поэтому будьте внимательны. Итак, работаем дальше. Мы поговорили про то, что у нас как правильно переносится вес на большие пальцы ног, на подушечки. Поговорили про то, что коленные, чашечки, ягодицы, все остальные ножки должны быть подтянуты. Поэтому это базовое упражнение. Потому что вовлекаются в работу фактически все группы мышц. Дальше. Как мы это упражнение выполняем? В каком ритме? В какой последовательности? Сколько раз? Сколько повторений? Сколько подходов? Вот таким вот образом. Для того, чтобы сильно не напрягать свой организм, мы делаем три подхода. То есть три подхода. В каждом подходе мы делаем от 15 до 25 повторений. Это в среднем. Но если вы только-только начинаете, вы можете начать с 5-8 повторений в трех подходах. Давайте прямо сейчас сделаем 8 повторений и 3 подхода. Итак, готовы? Выполняем базовый вариант. Наверх и раз, два, вниз, три, четыре. Наверх 5, 6, вниз, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Наверх 5, 6, вниз, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Со временем количество повторений может вырасти до сотен, до двух сотен. У вас реально игры, ябчоноги в принципе адаптируются. Итак, ну опять же, это зависит от того, насколько усердно вы будете тренироваться. Так как у нас мышцы включены в работу небольшие, отдыха нужно мало. Делаем еще два подхода по восемь повторений в каждом. Готовимся со мной. Пять, шесть, семь, начали наверх. Раз, два, вниз, три, четыре, наверх. Пять, шесть, семь, восемь, наверх, раз, контроль, три, четыре. Центр тяжести на большие пальцы. Семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Ножки встряхнули. Очень хорошо. А я знаю, что у кого-то на больших пальцах косточки, да, там они выходят в сторону. И может возник вопрос, а не опасно ли. Нет, это абсолютно не опасно. Я потом об этом еще расскажу. Итак, последний подход. Восемь повторений. Три, два, один. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Ножки встряхнули. Теперь о том, сколько раз вы это никогда делаете. Вы это делаете теперь каждый день перед обедом. Например, вы знаете, что сейчас у вас есть перерыв на обед. Прежде чем принять пищу, взяли, раздулись и сделали три подхода по восемь повторений. Сегодня мы делали очень медленно, да. И я вам рекомендую делать медленно до тех пор, пока вы не освоите правильную технику. Потом это может выглядеть следующим образом. Вот вы встали и пошли. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но, опять же, я эти полупальцы сделал тысячи раз, поэтому я это делаю быстро. Для вас рекомендую делать медленно. Каждый день перед обедом три подхода по восемь раз. Восемь это базовая цифра. Это может быть пятнадцать, может быть двадцать. После этих упражнений у вас могут забиться икроножные мышцы. И не пугайтесь этого, это абсолютно нормально. Следующий момент. Позиции. Позиции бывают. Как мы только что сами сделали. По позиции в параллельной. Параллельная позиция на ширине таза. Она может быть шестая. Она может быть свободная позиция. И также ножки могут быть расставлены в сторону. Как развернутые, так и не развернутые. Все зависит от того, как вы хотите это сделать. Мы сейчас поговорим всего лишь навсего о нескольких позициях и вариациях упражнений. Первое, что мы сделаем, мы поставим ножки в свободную позицию. Пятки вместе, стопы вврозь. И здесь мы будем делать то же самое упражнение. Подъем наверх на полупальцы. Сохраняя ту же самую технику. При этом центр тяжести также смещается на большие пальцы. И опускание вниз. Здесь очень активно включаются ягодичные мышцы. Итак, попробуем вместе со мной сделать восемь повторений. Готовы? Пять. Шесть. Семь. Поехали наверх. И раз, два, вниз три, четыре, пять, шесть, вниз семь, восемь. Еще разок. Раз, два, вниз три, четыре, пять, шесть, вниз семь, восемь. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Ножки встряхнули. Просто, если мы, как бы, вот, свободная позиция, это пятки вместе стопы врозь. Если мы ноги поставим пошире, будут та же свободная, но ноги будут пошире. Опять же, здесь не принципиально важно. Самая главная техника выполнения остается та же самая. И рассмотрим еще один вариант выполнения упражнения. Такой интересный, уже больше танцевальный вариант. Когда у нас, например, ножки стоят вместе. И мы начинаем, то есть, два варианта этого упражнения. Мы можем сначала, находясь в позиции, выходить на полупальцы и сгибать ножки. Внимательно посмотрите. И раз, два, три, четыре. Опираясь на стул. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь главное, не торопиться. Я вас призываю, делайте все максимально спокойно и под свой ритм. Итак, готовы? Делаем вместе со мной. Пять, шесть на восемь повторения, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. И сделаем еще один вариант данного упражнения. Начнем, как и предыдущее упражнение. Раз, потом мы вытянем коленочки два, опустимся вниз три. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, сгибаем коленки, выходим на полупальцы, разгибаем коленки, остаемся на полупальцы, опускаемся на пятки. При всем при этом, ваший вес центр тяжести остается на передней части стопы на большом пальце, процентов восемьдесят. Вне зависимости от того, как работают колени, центр тяжести не изменяется. Будьте предельно внимательны. Готовы? Готовы? Медленно. Пять, шесть, семь, восемь. Коленки вперед. Раз, вытянулись два, вниз, три. Коленки вперед. Раз, вытянулись два, вниз, три. И раз, два, три. 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 Молодцы. Ножки встряхнули. Я напоминаю, что совсем не обязательно делать все виды. Выберите для себя одно. Это могут быть обычные полупальцы в параллельной позиции. Это могут быть полупальцы в свободной позиции. Это может быть усложненный вариант, который мы с вами делали только что. И такой тоже вариант приемлем. Кстати, можно делать и обратно. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну ладно, это уже различные комбинации типа упражнений. Сейчас я камеру подниму и будем заканчивать. Итак, дорогие друзья, очередная тренировка подошла к концу. Сегодня вы познакомились с базовым упражнением. Если вы его знали хорошо, если нет, то познакомились. Теперь ваша задача делать это упражнение каждый день. То есть у вас будет отдельная тренировка на стопы. Это отдельное. С утра упражнение это все отдельно. Вечером тоже будут дополнительные упражнения. Это все не заменяет полупальцы. Полупальцы это базовое упражнение, которое вам необходимо делать каждый день для укрепления ваших стоп, для связок, для ленино-стопного сустава. Очень внимательно и аккуратно. Напоминаю схему. Три по восемь. Либо три по двенадцать, три по шестнадцать, три по двадцать. Это зависит от вашей подготовки. Если вы новичок, начните с трех. Три подхода по пять-восемь повторений в каждом из подходов. На этом все. Большое спасибо, что потерпели мои ноги. Надеюсь, было не скучно. С вами был Иван Кузнецов. И до встречи в новом уроке тренинга «Здоровая стопа». Субтитры сделал DimaTorzok